Олег Лешко, лидер Радикальной партии Украины, депутат Верховной Рады Украины, у нас в студии, напоминаю. Как вы считаете, Олег, нужна подобная инициатива в стране? Суд антикоррупционный. В Европе есть антикоррупционные суды. По-русски, если можно. Очень прошу вас, спасибо. В Европе есть антикоррупционные суды. На это ответил Керри, что все суды антикоррупционные. Правильно. Порошенко говорит о том, что они проводят судебную реформу. Наша фракция, кстати, не голосует за эти законопроекты, потому что мы считаем, что это способ переподчинить судебную ветвь власти администрации президента. То есть за разговорами о судебной реформе, на самом деле, пытаются подчинить эту систему. Мы считаем, что Украине нужен независимый суд. Но когда говорят, что вот надо отдельно антикоррупционный суд, который будет рассматривать только дела коррупционеров, у меня тогда простой вопрос. А дела простых граждан, тогда мы априори будем признавать, что будут рассматривать коррупционные суды, которым нельзя доверять, в которых нет справедливости и так дальше. Поэтому я считаю, что любое дело, если мы говорим о реальной судебной реформе, любое дело должен рассматривать любой суд честно, без предупреждений, без нарушения закона. Если мы признаем, что все другие суды, кроме антикоррупционного, о котором нам говорят, как о панацеи, а все другие, значит, там нет справедливости, зачем тогда имитировать проведение судебной реформы? Но все-таки нужен или нет? Не нужен? Я считаю, во-первых, на это пойдет значительное время раз. Во-вторых, это имитация, на самом деле, борьбы с коррупцией. А в-третьих, любой суд, от районного до верховного, должен быть антикоррупционный, честный, справедливый и так дальше. Понятно. Просто дело в том, что в вашей политической силе несколько было антикоррупционных кейсов, которыми занималась НАБУ, в том числе, кстати, и о вас есть расследование. Насколько я понимаю, НАБУ ведет, да, сейчас? Да. Скажите, если бы был вот этот суд, не легче ли вам было бы защитить в том числе репутацию свою, своих коллег, потому что все-таки факты очевидны, они представлены прокурором, они представлены НАБУ, вы считаете это политической расправой? Вот будет суд, и он скажет, как было дело. Я хочу, чтобы любой гражданин Украины пошел в любой суд, в сельский, в районный, в городской, в Верховный, и чтобы защитил права у себя в Украине, без необходимости идти защищать свои права в Европейском суде. Это первое. Второе. Наша фракция голосовала за все законодательные инициативы, которые дают возможность создать антикоррупционные органы. Теперь мы хотим видеть от них конкретную работу. Они получают большие зарплаты, там большое финансирование. Недавно прокурорам еще миллиард гривен на зарплаты добавили. Мы хотим, что каждый гражданин Украины хочет, чтобы они отрабатывали свои деньги. Давайте перед тем, как продолжить беседу, нашим зрителям за пределами Украины коротко расскажем о нашем сегодняшнем гости. Олег Лешко, 44 года. Украинский политик, журналист и телеведущий. Лидер радикальной партии. Депутат Верховной Рады. Родился в Чернигове. По первому образованию юрист. Начинал трудовую деятельность в колхозе Луганской области. После переезда в Киев занялся журналистикой. В политику пошел в начале 2000-х. В 2006-м впервые избран депутатом Верховной Рады Украины. Парламент прошел как член команды Юлия Тимошенко. Союз политиков закончился в 2010-м году, когда Олега Лешко из партии Тимошенко исключили. В том числе за поддержку изменений Конституции, которые были выгодны президенту Януковичу. В 2012-м избрался в Раду уже как одномандатник. Тогда же оформляется политическая партия Олега Лешко. Радикальная партия. Во время революции достоинства был на стороне Майдана. На досрочных выборах президента Украины в 2014-м году набрал более 8% голосов. Это третье место после Порошенко и Тимошенко. Если бы выборы украинского президента прошли в ближайшем будущем, Олег Лешко по разным опросам мог бы сохранить свой результат. Его рейтинг колеблется от 6 до 8%. Есть еще один политик в Украине, рейтинг которого колеблется. Михаил Саакашвили, вы перед тем, как он пересекал границу, очень жестко высказались, призвав пограничников украинских открыть огонь. Это нормально в стране, где война идет, такие призывы делать в отношении легитимного политика? Легитимный политик это кто? Ну тот, кто, например, не поддерживает сепаратистов и вторжение России, аннексию и войну в Донбассе. Нет, я считаю категорически непринятным, невозможным, когда прорывает государство на границу. Мне тяжело представить, чтобы в Чехии, в Германии, в Соединенных Штатах или в любой другой стране прорывали границу. То есть ни под какими предлогами, никакая политическая борьба не может быть основанием и оправданием для прорыва государственной границы. То, что происходило на прошлой неделе на западной границе Украины, ничем не отличается от того, что происходило на восточной границе и в Крыму в 2014 году, когда тоже прорывали границу, убили пограничников, захватывали пограничные заставы и заходили потом сюда российские войска. Но Саакашвили не российская войска. Это не имеет значения. Никто не имеет права прорывать границу, нарушать конституцию и закон. Ни Саакашвили, ни я, ни мы. Хорошо, он приедет во вторник, что с ним надо сделать в Киеве? Каждый должен действовать в соответствии с законом. Он незаконно пресек границу, он за это должен отвечать. Потому что вы его призывали едва ли не расстрелять? Вы публичная политика? Не я призываю, так закон говорит. Когда нарушается граница, пограничники имеют право стрелять. Но вы поддерживаете такое решение в отношении Михаила Саакашвили? Мы поддерживаем пограничников, мы поддерживаем людей, которые верны присяге и которые защищают украинскую границу. И никто, ни один человек, ни в Украине, ни за его пределами не имеет права прорывать нашу государственную границу. Потому что это дискредитация нашей страны на международной арене. Раз. Это неуважение к закону Украины, к конституции. Два. И неуважение к границе как к одному символу государственности и суверенитета. Последний, очень короткий вопрос про Михаила Николаевича. Вы в оппозиции Порошенко? Как вы себя ощущаете, как политик и как сила? Я думаю, что для этого очевидно для каждого гражданина Украины, что фракция радикальной партии в оппозиции к нынешему президенту и тому курсу, который проводит нынешняя власть в Украине. Вот. Михаил Николаевич уж самый яркий сейчас оппозиционер. Почему вы не можете что-то личное? Нет. Нет ничего. Лично у меня простой вопрос. Почему они прорывают границу Грузии? Хорошо. Он бы не прорвал ее, а прилетел в Жуляны. Вы бы с ним разговаривали? Я спрашиваю, почему Саакашвили не прорывает границу Грузии? Почему Саакашвили не борется за грузинское гражданство, которое он потерял 10 лет, будучи президентом? Вы прекрасно знаете, почему это происходит. Потому что головное дело против Саакашвили. И что? Почему, если я в Украине должен отвечать по уголовному делу, а Саакашвили в Грузии не должен отвечать? Тем более, что он говорит, там реформировал он суд, реформировал правоохранительную систему. Пожалуйста, как любой другой гражданин, поедь в свой реформированный суд, доказывай свою правоту. Я же никуда не прячусь от нашего НАБУ, от нашего суда. Да, ходите, да. Я доказываю свою правоту. У меня вопрос, почему я должен доказывать и любой другой гражданин Украины, а Саакашвили должен прятаться от суда, который предъявляет ему обвинение. И прятаться в Украине. И называть себя он украинец. А почему ты не говоришь, что ты грузин? Поэтому я не доверяю Саакашвили. Человек, который 10 лет возглавлял государство, потом его предал, свой народ, отказался от родного народа, от родного паспорта, от родной страны. И теперь пытается сделать что-то в другой стране. Более того, когда он прорывает границу моей страны, я считаю, что это неуважение к закону и к украинцам. Тем не менее, Михаил Саакашвили считает Украину не только вашей страной, но и своей страной тоже. Я напомню нашим зрителям, что у нас в прямом эфире Олег Лешко, депутат Верховной Рады Украины и лидер радикальной партии. Если бы я руководил любой другой страной, мне тяжело представить, чтобы я отказался от украинского паспорта. Мне тяжело представить, чтобы я поехал в Грузию или в Чехию и говорил... Даже если бы против вас там было заведено уголовное дело? Да, и заведено... И вы бы поехали в страну, если просили вас в это время уголовное дело, и вас могут посадить. Заведено, и не один раз было заведено, и меня сажали, и никуда я не уезжал. А сидел в украинской тюрьме. Мне тяжело представить, чтобы я приехал в Грузию и сказал, что я грузин. Или я приехал в Чехию и сказал, что я чех. Я украинец, и мой паспорт украинский. И ни при каких обстоятельствах я не откажусь от своего паспорта. В отличие от сгаданного вам персонажа. Я напоминаю, что вы можете задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю Олегу Лешко на нашей странице в Фейсбуке. Настоящее время на «Находите нас». Пишите все, о чем вы хотели бы спросить Олега Лешко. Вот, собственно, почему я вспоминал эти, окей, не ваши, но тем не менее, призывы расстреливать Михаила Саакашвили на границе. Вас вообще часто в Украине, в том числе за подобные заявления, называют самым талантливым популистом. И вот сайт «Слово и дело» посчитал, что за электоральный период действующий, да, вы дали 235 обещаний, выполнили 72, и из невыполненных, такое забавное обещание, деньги Януковича потратить на ремонт дорог. Ну, вы же прекрасно понимаете, что это невозможно, и не способен на это даже Петр Порошенко президент. Со всей своей силовой группой, скажем так, он не способен это сделать. Популизм? Мне очень приятно, что вы внимательно следите за моей деятельностью. Я вам рекомендую зайти на сайт Верховной Рады, на мою страницу, где вы можете увидеть мои законодательные инициативы, которые стали законами. И там у нас по эффективности и по результативности наша команда, и я как лидер на первом месте в парламенте. Что касается денег Януковича, которые были изъяты, конфискованы, это почти 2 миллиарда долларов. Часть из них идет на оборону, часть на строительство дорог, на социальную сферу, на поднятие зарплаты пенсии. К сожалению, мы 20 депутатов, у меня фракции в парламенте, а для принятия решения треба 226. Поэтому, когда в следующем парламенте у меня будет фракция 226, тогда мы сможем значительно быстрее реализовывать нашу политику. Но все равно легкость, которую вы обещаете людям, даже выполняя этот сайт, признает, что вы выполняете какие-то свои обещания, она наводит на мысль, что у вас есть, наверное, какой-то образ политики, который вам близок. Вот какой это политик? С кого вы взяли пример вот такого пламенного трибуна в разговоре с простыми людьми, которые вас очень любят и поддерживают? Ну вот вы и сказали, какой я политик. Нет, а с кого вы взяли пример? Ну кто для вас? Вы журналист, вы много лет занимались политической журналистикой, но не с Жириновского же вы взяли пример. Я беру пример с наших людей. Хорошо. Да, но почему же так выходит? Может быть, это мой взгляд со стороны, потому что я все-таки не являюсь частью украинской политической и общественной жизни. Поэтому я так, я сужу немножечко отдаленно о вашей деятельности. Вы регулярно поддерживаете, на мой взгляд, особенно отсюда из Праги, самые мракобесные какие-то гражданские инициативы. Выступаете и поддерживаете такой церковный консерватизм. Вы поддерживаете такие очень, ну на самом деле неактуальные для 2017 года традиционалистские сельские взгляды. Вы, насколько я понимаю, не поддерживаете проведение в Киеве гей-парадов, что, например, для меня является отдельной претензией к вам. Потому что, ну как можно выстраивать какой-то проевропейский интеграционный диалог, если вот с такими... Запрет абортов. Запрет абортов. Инициативами для бабушек. Когда вы говорите... Популизм, популизм. Когда вы говорите традиционалистские сельские взгляды, понятно, что для того, чтобы быть в глобальном современном мире конкурентоспособными, успешными, нужно ставить ставки на экономическое развитие в первую очередь. Украина имеет огромный потенциал в аграрном секторе. И когда мы отстаиваем право, чтобы у нас были сельское хозяйство, агропереробка, коровы, чтобы были, потому что сегодня, к сожалению, поголовье коровское скота очень уменьшается. Мы отстаиваем право наших людей на работу. Если вы считаете... А то другому не мешает. Вы можете отстаивать право на работу и на коров, но обязательно поддерживать мракобесные инициативы, приятные необразованные провинции. Что вы считаете... Я не говорил бы, чтобы вы наших людей говорили как необразованные провинции. Люди в селах очень умные, очень опытные, житейские, мудрые и так далее. Прекрасно терпимые. И нет, правильно, не нужно унижать жителей села. 14 миллионов украинцев живет в селе. Это достойные люди, очень грамотные, высокообразованные и, главное, житейские, мудрые. Наша позиция одна. Украинцы должны иметь работу и зарплату. Политика, которую мы предлагаем и проводим, это защита национальных интересов, это возрождение экономики, это создание рабочих мест и так далее. Если вы считаете, что мракобесие, например, я автор закона о том, чтобы запретить вывозить необработанный лес с Украины. Я считаю мракобесие вырубывать лес от Карпат до Чернигово. Я автор закона о том, чтобы мы сейчас в первом члене приняли закон об индустриальных парках для того, чтобы приводить новые инвестиции, новые технологии. Мы предлагаем радикальную модернизацию основных фондов для того, чтобы снизить энергозатраты. Да, это та часть социально-экономическая. Секунду, я закончу. Для того, чтобы создавать рабочие места. Если вам не нравятся мои отношения к гей-парадам, значит, вы остаетесь при своем мнении, я при своем. Мы живем в демократическом мире, где каждый имеет право на свою позицию. Я считаю, что в воюющей стране есть вещи более важные. Хорошо, война закончится, можно? Война обязательно закончится. Ну, можно будет ходить по улицам? Как говорил, вы можете сегодня ходить, куда вам нужно. Я имею в виду гей-парад. Это ваши проблемы. Хотите, хотите, ходите. Аборты. Можно будет делать девушкам, когда война закончилась. Аборты. Вы где-то видели мою инициативу по абортам? Но ваша сила выступала против закона, который позволял аборты. Впервые слышу об этом. Спасибо. Я посмотрю, о чем наша сила выступала. То есть вы не против? Вы не против. Я лидер нашей политической силы. Хорошо, мы готовы поправиться. Вы не против? Подобных инициатив мы не озвучивали. Что касается, когда закончится война. Война, любая война всегда заканчивается. Британский премьер Винстон Черчилль говорил, есть две дороги. Дорога мира и дорога к миру. Дорога победы и дорога поражения. Мы предлагаем идти дорогой победы, а не поражения. То, что нам сегодня предлагают Минские соглашения, имплементация на условиях Кремля, изменение Конституции, предоставление особого статуса для Донбасса. Это дорогопоражение, которое приведет к миру, но к унизительному миру, когда фактически будет уничтожена Украина через федерализацию, через предоставление особого статуса Донбассу и легализации террористов. Мы предлагаем дорогу к миру, к миру через победу. Это усиление, кстати, среди моих инициатив, недавно парламент проголосовал, обращение Конгрессу и администрации Соединенных Штатов Америки о том, чтобы Украине предоставить статус особого союзника военного по зарамкам НАТО и подписать прямое военное соглашение между Украиной и Соединенными Штатами. Среди моих обращений, которые вы так само и законодательных инициатив, которые вы так само сможете прочитать на сайте Рады, нет никакого мракобесия, о котором вы говорите. Это все сказки и придумки. Зрителям мы нашим сказали до эфира, что вы у нас в гостях, и они начали в Фейсбуке присылать вопросы, и в частности Глеб Жаворонков написал, кто финансирует ваши частные перелеты и роскошную жизнь. Я сам финансирую. Насчет роскошной жизни у меня такая же жизнь, как у вас и у любого нашего зрителя. Вы обеспеченный человек? Вы богатый человек? Да, я считаю, что я богатый. У вас есть собственный самолет? Нет, конечно, нет. Дом? Дом есть, да. Один? Один. В этом году купил дом. Кстати, сейчас НАБУ расследует, как я купил этот дом. Да, то очень внимательно расследует. Пожалуйста, пускай расследует. Мы обама руками за все документы предоставили. И пускай каждый отчитается, где что взял. Дом есть, квартира есть. Я работаю с детства. Воспитывался в детдоме 6 лет, потом в школах интерната с 1 по 11 класс. Работаю с самого детства. Я считаю, что я очень успешный, целеустремленный, пробивной. Вот с этим трудно спорить. Я вряд ли назову политика, который про себя будет говорить иначе. Александр Шкулета спрашивает. Имеет ли Ренат Ахметов отношение к финансированию вашей партии? Такой же, как вот этот Александр, который задает вопрос. Не знаю, может это Ренат Ахметов. Я не знаю, кто задал этот вопрос, это наш судитель. То есть не имеет. Или имеет. Я же сказал, вот Ахметов имеет такое же отношение к нашей партии, как наш зритель. Александр Шкулета. Дорогой Александр, если вы являетесь спонсором радикальной партии Украины, то это означает, что Ренат Ахметов также является спонсором. Так что можете написать нам в комментариях, считаете ли вы Илью Киву вашим прямым конкурентом политическим? Нет, нет, нет. Мой прямой политический конкурент – президент Порошенко. Мы баллотировались на прошлых выборах. Он занял первое место, к сожалению. Я занял третье, к сожалению. Я думаю, что на следующих выборах мы поменяемся. Вы точно пойдете на выборы? Да, я буду баллотироваться, и мы знаем, что мы победим на этих выборах. А Порошенко нет. Но вы настоящий политик, поэтому я, например, общаясь со многими людьми в Украине, слышал, что есть такой некий план, и ваш договор с Петром Алексеевичем, в том числе поэтому вы так с Саакашвили строги, что вы действительно выходите, как его спарринг-партнер, ну, не на эту, а в следующей каденции еще когда-нибудь, может, и выиграете, но не на этой, не на этой компании. И что вы можете занять какой-то важный пост спикера Верховной Рады, премьера. Нет таких соглашений? У меня нет необходимости занимать какие-то посты, мне не один раз их предлагали, в том числе и председателя парламента Украины, но у меня другие амбиции. Президентские? Да, я и шел на выборы, поэтому, не, амбиции у меня значительно больше. Президент это инструмент. Президентская должность это инструмент для реализации амбиции. А моя амбиция одна, чтобы украинцы жили достойно в своей стране, и чтобы нашей страной гордились и мы, и наши соседи. Но вы так удивительно, у вас такой избирательный слух, Олег Валерьевич, вы хоть русский неродной, но вы же его хорошо понимаете. У вас есть договоренность с Порошенко об этих выборах? Нет, конечно. У нас будет одна договоренность, когда я получу перемогу на этих выборах, чтобы он мне добровольно дал ключи от кабинета и початку. А расследование его деятельности вы бы провели, если бы были президентом? Все, кто нарушает закон, конечно, должны отвечать. Более того, я автор законопроекта о процедуре импичмента президента Украины. К сожалению, ее до сих пор нет. Поэтому, когда в 2015 году наша фракция пришла в парламент, один из первых законопроектов, который мы зарегистрировали, это процедура импичмента президента Украины. Безотносительно до фамилии. Президент Порошенко или президент Ляшко. Если бы действовала процедура импичмента по президенту Януковичу, не было бы необходимости проведить Майдан. Потому что должен работать закон. Ну тогда было сложно его импичмент отправить. Вы же были в том парламенте. Я говорю о том, что должен действовать закон. Что люди имеют право через инструменты импичмента, через парламентский контроль, временной следственной комиссии, расследовать деятельность высших должностных лиц. Как это делается в любой демократической стране. Чтобы не было необходимости собирать Майдан и платить слишком высокую цену за то, чтобы привлечь президента к ответственности. Поэтому должен быть закон. Как-то все у вас к президенту сводится. Вы уверены, что, например, расследование в отношении депутатов парламента Украины достаточно квалифицированно проводится? Это задача правоохранительных органов. Пускай они ее правильно, качественно и глубоко выполняют. Наша задача дать им возможность работать. Мы им дали все возможности. Мы создали антикоррупционный механизм и инструмент. Они получают хорошую зарплату. Они имеют реальную независимость. Ребята, покажите результат. Так а не бегайте за шестерками, за мелкими сошками. А идите в президентские кабинеты, идите в премьерские кабинеты, идите в другие высокие кабинеты. Нужно же вы так своих коллег мелкими сошками. Я говорю мелкие сошки, это когда бегают за сельскими головами или главврачами районных больниц. Топ-коррупцию нужно ликвидировать, а не в селах бегать за председателями. А внутри своей партии вы ликвидировали коррупцию? У нас нет коррупции. Если есть, пускай отвечают те, кто этим занимается. Но вот год назад вы признались, что депутат Мельничук, это вы сказали, попал в ваш список по просьбе Сергея Левочкина. Да, это правда. Это не коррупция? Нет, это были политические договоренности. А коррупция это когда берут деньги или лоббируют чьи-то интересы. Политические договоренности с человеком, который был главой администрации Виктор Янукович. Нет, были договоренности с Левочкиным, были договоренности с каналом Интер, что они освещают нашу избирательную кампанию, а взамен мы берем Мельничука в избирательный список. Потом Мельничук нас предал, он стал тушкой. Вы можете сейчас сказать, что вы жалеете о том, что вы тогда пошли на этот обмен? Да, я жалею. Более того, я считаю, что Левочкин, как бывший глава администрации президента, должен быть привлечен к ответственности, чего мы и добиваемся. Потому что вот сегодня суд, вы, по-моему, говорили. Лавринович. Лавринович. Арештовали за соучастие в захвате власти вместе с Януковичем. А почему за это Левочкин не отвечает? Он один из архитекторов режима Януковича, он глава администрации. Это как Борман у Гитлера. И поэтому мне удивительно, и я знаю ответ на вопрос, почему Левочкин сидит в парламенте и прикрытый депутатским мандатом. Но тогда вы депутат Рейхстага Гитлера, потому что вы были депутатом, и вы не были против этих законов и конституции. Нет, вы ошибаетесь. У вас недостоверная информация. Хорошо, за что вы были тогда исключены Юлией Владимировной? Спросите в Юлии Владимировне, когда она у вас будет. Потому что Юлия Владимировна, знаете, два медведя в одной берлоге не уживаются. Юлию Владимировну жаба задавила, что в политической силе, которую она возглавляла, появился новый лидер. Если вы говорите о моей деятельности в предыдущем парламенте при Януковиче, я был в оппозиции. Это я помню, да. Но был в оппозиции Януковича, голосовал за законопроекты, которые не давали Януковичу узурпировать власть. Поэтому я прошу, прежде чем... Нет, речь идет о законах не январских, когда уже был Майдан. Я говорю о тех, что были в 2010 году, когда Янукович протаскивал свои полномочия через парламент. Да, я был один из самых активных оппонентов режима Януковича. И конкретно этих законов, которые увеличили его полномочия. Конечно, более того, когда Янукович менял Конституцию, он не требовал изменений в законах. Да, не требовал. Потому что они это сделали через Конституционный суд, в связи с чем сегодня идет расследование. И нужно привлекать к ответственности не только Лавриновича, а шесть судей Конституционного суда, которые голосовали за отмену Конституции, они по сегодняшний день работают. Потому что раньше на Януковича работали, а сегодня работают на нынешней власти. Поэтому не отвечают. Левочкин, бывший глава администрации, не отвечает и не сидит в тюрьме, потому что у него договор с нынешней властью. А мы считаем, что их так само нужно привлекать к ответственности, как и Януковича. Вот, кстати, вы за Саакашвили вспоминали, да? Саакашвили, когда был президентом, вы же все помните кадры расстрела, демонстрации Тбилиси, избиения людей, гибель мирных людей. Саакашвили это грузинский Янукович. Янукович так само убивал людей, чтобы держаться. Ну не надо сравнивать их в этом смысле. Не надо, я сказал. Хорошо. Секунду, я закончу. Саакашвили, когда пытался удержаться при власти президента, он разонял демонстрации, вследствие чего погибло 8 мирных участников демонстрации в Тбилиси. Янукович, чтобы удержаться во власти, так само расстреливал людей на Майдане. Чем они отличаются? Про миротворцев последний вопрос хотели вам задать. Путин начинает троллить Украину вот этим непонятно, где он хочет миротворцев. Ну понятно, где на границе своей созданных им республик и Украины. Европа, мир говорят о том, что их надо ставить на государственные границы Украины. Ваше мнение о миротворцах нужны, они не нужны, что помогут ли они? Мы еще в 2014 году я обращался и предлагал, что нужно вводить миротворцев. Тогда считали, что это популизм, это невозможно, так само, как и предоставление Украины оборонного вооружения. Но сегодня на самом высшем уровне эти вопросы обавариваются. Где должны быть миротворцы? Для меня очевидно. На международной границе между Украиной и Россией. Это единственный способ, на самом деле, остановить войну. Потому что, когда миротворцы будут стоять на линии соприкосновения, это означает консервация конфликта, консервация войны. Потому что дальше кордон, когда открыт, вооружение, техника и все остальное идет на поддержку сепаратистов пророссийских на нашей части Донбасса. Поэтому нужно прикрывать границу. Когда там будут стоять миротворцы, мы отрезаем военную и российскую технику, их помощь и так дальше. И тогда это вопрос времени, когда сепаратисты сложат оружие. Потому что они не будут иметь реальной поддержки. Если мы оставляем открытую границу и миротворцев ставим на линии соприкосновения, это означает, что Донбасс, фактически, мы от него отказываемся и отсекаем. Я категорически против этого. Кроме того, среди миротворцев, понятно, не должно быть россиян, как участников агрессии и сателлитов. Как, например, наших соседей белорусов. Вот недавно в Белоруссии выкрали нашего гражданина. То есть это означает, что они не могут быть участниками миротворческих миссий. То есть участниками миротворческих миссий должны быть неангажированы и не причетны до агрессии представителей миротворцев. Спасибо большое. Время, к сожалению, у нас стекло. Олег Лешко, лидер радикальной партии Украины, депутат Верховной Рады Украины, был у нас в студии.